Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 ноября и я хочу рассказать вам об одном томате, о котором я никогда даже не слышала, ни разу не видела, но который теперь очень-очень хочу заиметь у себя, к себе в коллекцию. И хотя мне говорили, что ну как-то не нужно снимать видео с монитора, у нас у всех есть возможность посмотреть в интернете, но я не уверена, что об этом сорте вы знаете и слышали, потому что я сама даже не слышала, как я его нашла. Я недавно снимала видео, вот это вот, многие наверное видели его, называется «Самые сладкие сорта томатов». Обычно после таких видео приходят комментарии, в которых люди перечисляют, сейчас я выключу себя, в которых люди перечисляют самые-самые сладкие сорта, и тут можно подобрать именно тот сорт, который ты еще ни разу не выращивал. И вот когда я шла по комментариям, ой, подождите, сейчас сделаю. Я читала, кто-то, вот тут южный загар хвалят, и Кенигсберг золотой, и Черномор, все эти сорта известные, медовая капля, все-все, малахитовая шкатулка, загадка природы, опять медовая капля. Назывались все сорта, известные мне, которые я уже выращивала, а я все искала новый, самый-самый вкусный, самый сладкий, и наконец-то я дошла. Одна зрительница, вот, ну, которая почему-то не Мария, не знаю, написала, что в этом году она пробовала новинку, Джала Санта пишет, ой, я в восторге, салатный, желтый, очень сладкий, Кемерово. И я, конечно, заинтересовалась этим сортом, и, так, сейчас подождите, нет, не туда ответила, но нет, я ей написала, что, что я даже такого названия не слышала, спросила, коллекционный ли это сорт, или можно его купить в магазине, и она ответила, что она покупала в магазине, теперь вот сама ищет, свои оставила семена, но не знает, что получится, не обратила внимания, гибрид это или сорт. Но я ей написала, тоже буду искать, хочется попробовать. Естественно, я не стала ждать долго, чтобы узнать, сорт это или гибрид, нашла всю информацию об этом томате, теперь я его хочу, как я уже вам говорила, я сейчас вам кратко пройдусь вот по тому материалу, который нашла в интернете. Это видео только для того, чтобы расширить наш ассортимент, может быть, кто-то увидит его в магазине, купит и высадит у себя в огороде, может быть, кто-то проходит мимо этого сорта и даже не знает, что он самый-самый вкусный, по крайней мере, по отзывам зрителей, он назван одним из самых вкусных томатов. Что это за томат? Потому что, действительно, я даже ни разу названия такого не слышала, я сейчас прям быстро-быстро по этой статье, тут у меня скопировалось, как попало. Так, лучшие сорта. Сегодня мы поговорим о джалу, называется джалу, а полная джалу-санта. Среднеспелый, растение детерминатное, что очень многим подойдет, потому что многие инденты не выращивают в открытом грунте. Высота его всего 60-70 см, плоды округлые, слаборебристые, массой 100-170 грамм, то есть это и не мелкий, и не крупный такой середнячок. Плоды сладкие, сочные, снежные, тающие во рту мякотью. Вкус отличный, это так уже повторяется. И вот, что мне понравилось. Урожайность 6-8 килограммов, и тут указано холодостойкость и засухоустойчивость. Значит, он у нас в сибирском регионе тоже сможет расти, ну, по крайней мере, я хочу его испытать, вот холодостойкий. И плоды устойчивы к растрескиванию, обязательно посынкование. Вот видите, вот такой простой желтенький томатик. И возможно, что и пачка у него некрасочная, но у нас в магазине, я уже проверила, точно не продаются. Ну, тут даже не буду читать все. Кто захочет, тот зайдет в интернет, наберет Джалу Санта и сам почитает. Форма плодов желтая, и тут же написано, что она превосходит по содержанию витаминов, даже некоторые цитрусовые. Витаминов много, питательных веществ меньше. Для людей, сидящих на диете, введение таких помидоров в меню будет просто отлично. Посев все как обычно. Тут все рассказано, рассказано, рассказано так. Так, это мы все уже знаем. Вот такие красавцы могут вырасти. Уход тоже обычный. Я не буду даже ваши... И отзывы. Конечно, томаты Джалу Санта понравятся всем людям без исключения. Любят взрослые дети. Ведь они имеют более сладкий вкус, чем красные. Полезнее всего желтые помидоры. Джалу Санта есть в сыром виде или в салате. Ну и все. Вот. Познакомила вас еще с одним сортом. Так как вся информация есть в интернете, я вас не буду сильно утруждать вот этим чтением. Кто ищет, как и я, самый-самый сладкий томат, давайте попробуем вырастить Джалу Санта. У меня, правда, в моем маленьком городе нет этих семян. Но я вот, может быть, настроюсь, немножко потерплю, наберусь наглости и попрошу все-таки вот у хозяйки, у автора, комментарии про этот томат. Хоть 2-3 семечка на развод. Потом я разведу, и мы сможем все вырастить вот этот самый сладкий томат какой-то новинка. Джалу Санта. Все, до свидания.